В Ленинском районе почти для 511 классников в минувшие выходные прозвенел последний звонок. Это одно из важнейших событий для каждого человека. Этап, когда ребенок, выходя из стен школы, попадает во взрослую жизнь. Для выпускников Видновской школы номер 9 учеба была не просто получением знаний. Они научились дружить, понимать друг друга. Всем классом участвовали в районных мероприятиях и все благодаря своему классному руководителю. О том, каким для них стал последний звонок в репортаже Юлии Погасьян. Девятая школа достаточно молодая. Первые ученики здесь стали учиться в 2008 году. Но за такой короткий срок образовательное учреждение успело показать себя с лучшей стороны. Педагоги вместе со школьниками активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, спортивных и развлекательных мероприятиях района. Ребята занимают достойные места и с гордостью привозят кубки и медали в родную школу. Очень бы хотелось, чтобы все они нашли в жизни свой путь, выбрали точно ту профессию, которая им интересна и в которой они могут реализоваться. Мы желаем им успехов на выпускных экзаменах, желаем, чтобы их успехи радовали их родных, близких, чтобы вместе с ними развивался и наш Ленинский край. Ученики 11-го А-класса, единственного в этом году выпускного класса и от этого самого дорогого для педагогов, услышали свой последний звонок. Торжественная программа, которую ребята вместе со своим классным руководителем устроили для учителей и родителей, была очень лиричной. Молодые люди за 6 лет, большинство из них учатся здесь именно с открытия, настолько привязались к тому, что окружало их изо дня в день, что все песни и номера были посвящены любимой школе и жизни в ней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что будете вспоминать о школе, с чем у вас школа запомнилась? Наверное, в первую очередь, это, конечно, дружный коллектив мой, мой самый лучший класс, самый лучший классный руководитель. И, в принципе, полностью школа, это родные стены и душа родная мне. О классном руководителе у выпускников девятой школы останутся самые яркие впечатления. Для Светланы Морозовой это пятый выпуск за всю учительскую деятельность. Но такой связи с учениками не было никогда. Они поистине породнились, стали друг другу друзьями. Задор и энергия Светланы позволили ребятам раскрыть себе творческие способности. Одна из выпускниц, Юлия Шумилова, в этом году победила на конкурсе «Видновчанка». Вот и на последнем звонке класс показывал песенные и танцевальные номера под руководством Светланы Николаевны. Наверное, чем хороша и чем очень печальна профессия учитель. Если ты вкладываешь в эту профессию душу, когда уходят такие дети, они уносят сердце. И очень надо большое время, чтобы его восстановить. Помимо творческих способностей выпускников, многие выбрали гуманитарные факультеты. Есть и те, чье призвание – математика. Ноха Дудаев – обладатель стипендии губернатора Московской области. И себя он нашел в информатике. Ноха – инвалид-колясочник, но это не мешало молодому человеку комфортно обучаться здесь. Девятая школа является одной из лучших для особых детей. А с 2011 года она является пилотной площадкой проекта дистанционного образования детей-инвалидов в Ленинском муниципальном районе. На последнем звонке Сергей Кошин вручил директору сертификат 1 миллион 400 тысяч рублей на развитие этого направления. Институт и вуз я еще не выбрал. Профессия, наверное, программист. Но вначале я жду каникулы. Этот последний звонок отличался еще и красочностью. Подобно советским школьницам, все девочки 11-го А были одеты в традиционные белые фарточки. Не во всех школах такое проводится. Но у нас главный инициатор, конечно же, наш классный руководитель Светлана Николаевна Морозова. Нам очень понравилось. Поначалу не очень, а как одели, так аккуратно. Дальше ребят ожидает череда сложных экзаменов. А 19 июня вильновские 11-ти классники, красивые и нарядные, соберутся на Советской площади для участия в выпускном балу. К этому событию они готовятся уже сейчас. Мы начинали готовиться вообще чуть ли не с самого года. Конечно же, огромные переживания, страдания. Сейчас, конечно, больше всего ждешь экзаменов, потому что все-таки от них зависит наша будущая жизнь. И вот после них уже как-то больше ослабленность. Уже думаешь о выпускном. Перед выпускниками открыты все дороги. Каждый из них сейчас должен сделать один из важнейших выборов в своей жизни. И насколько уверенными в себе, в своих знаниях и в поддержке близких они будут, настолько успешнее сложат своих путь во взрослом мире. Юлия Погасьян, Константин Брылов, Наталья Буслаева. Видное ТВ.